9 лет Галина Севцевич вместе с коллегами мыли троллейбусы холодной водой и обходились скромным оборудованием. Сегодня здесь установлена самая новая техника, закуплены керхеры, а благодаря солнечным батареям на крыше есть горячая вода. Нам в прошлом году поставили солнечные батареи и у нас появилась горячая вода, чтобы мы могли мыть троллейбусы. Сделали нам комнату для приема пищи, гардеробную сделали, шкафы поставили, у нас сушилка есть, ездить переодеться и отдохнуть. Более 60% гродницев выбирают троллейбус как средство передвижения по городу. Садясь на мягкие кресла, держась за чистые поручни и спокойно добираясь на работу, мало кто задумывается, что за комфортными поездками стоит колоссальный труд 930 сотрудников Гродненского троллейбусного управления. Это очень успешная организация. По итогам работы за прошлый год руководитель и председатель правкома отмечены решением президиума Гродненского областного объединения профсоюзов. Руководителю присвоено звание лучший социальный партнер. Надо сказать, что это звание коллектив достиг благодаря четкой и слаженной работе. Для комфортной работы водителей в жаркую погоду 41 троллейбус оборудовали кондиционерами, а в оставшихся в ближайшее время будут установлены вентиляторы. Бороться со стрессом работникам троллейбусного управления помогает и тренажерный зал. Александр Романов приходит сюда три раза в неделю. Водитель троллейбуса с 24-летним стажем, еще и кандидат в мастера спорта по гиревому спорту. Тренировки помогают ему расслабиться после рабочего дня. Мы приходим в спортзал. В спортзале, поверьте, гораздо эффективнее убрать все эти негативные эмоции, приобрести такую частичку бодрости. Если Александр отдыхает после работы в спортзале, некоторые сотрудники спешат в библиотеку. Она находится на балансе профсоюзной организации Гродненского троллейбусного управления и насчитывает более двух тысяч экземпляров книг. Фонд постоянно пополняется. И если здесь работники получают пищу для ума, то в столовую могут сытно и недорого подкрепиться. А буфеты и вовсе напоминают маленький магазин. В медпункте работают три медицинских работника. Недавно здесь установили дорогостоящее стоматологическое оборудование. Отремонтировали и кабинет охраны труда. Мы наниматель со своей стороны, а профсоюзный комитет со своей стороны считаем создание благоприятных условий для труда и отдыха основными вопросами, так как убеждены, что они повышают производительность труда, заинтересованность работников, создают хороший морально-психологический климат в коллективе. Стараемся какие-то мероприятия проводить, не экономим на это деньги. И я считаю, что эту работу мы и дальше будем продолжать. И тогда эти результаты нашей работы показывают, что последние годы у нас и нету каких-то таких травм, аварий. И мы надеемся, что и дальше у нас все это будет в таком же ключе и продолжаться. Стресс на работе получают люди абсолютно всех профессий. Главное – научиться с ним бороться. В этом плане Гродненское троллейбусное управление может стать отличным примером для многих организаций. Вероника Цыганок, Сергей Печерица. Новости Гродно+.